Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. И меня попросили прокомментировать итоги недавних, буквально на днях состоявшихся выборов в парламент штата Квинсленд, где выступал, как один из кандидатов, наш горячо любимый нами миграционный агент Леша Чихунов. И где были достаточно интересные результаты, и что интересного? Интересно то, что, во-первых, третий срок подряд взяла действующий премьер Анастасия Полощук по-нашему. Это кандидат от либористов, и она действующий премьер. И обычно два срока сидят наши депутаты от какой-то партии, соответственно, премьером может быть два срока кто-то. Когда третий, это необычно, обычно меняют. Это то же самое, можно сказать, о выборах в парламент федеральный австралийский. То же самое, либеральная партия третий срок подряд взяла. И то же самое в Квинсленде, видите, третий раз подряд премьером стала Анастасия Полощак. Анастасия Полощак. Еще надо заметить, что резко упала популярность правой партии One Nation. И, как я уже говорил, это, наверное, единственная партия, которая отражает интересы среднего и малого бизнеса. И это печально, потому что достаточно два неординарных человека возглавляют эту партию. Это Полин Хэнсон, это человек, который, ну, конечно, у нее взгляды такие антиэмигрантские, или, по крайней мере, так говорят, что антиэмигрантские. Но если антиэмигрантские, почему же они сами попросили Алексеевича Хунова эмигранта, в принципе, из России, который не менял на потребу публики ни имени, ни фамилии. И при этом они попросили его выступить и оказали ему определенное доверие, хотя он не навязывался быть кандидатом. То есть что-то непонятное с этим антиэмигрантством. Вот. И еще это достаточно устойчивое положение партии зеленых. И достаточно непонятное поражение либералов. Они еще больше потеряли голосов, хотя ожидалось, что они, даже если проиграют выборы, они наберут немножко больше. Какие причины? Я хочу сказать, что я, наверное, человек не совсем политкорректный. И мои рассуждения можете принимать просто к сведению, но не считать истинной в последней инстанции. Большой сторонник всяких конспиративных теорий, то есть теорий заговора. Вот. В этом нет ничего плохого. Потому что политика — это сплошные заговоры. Политика — это когда люди ради достижения своих каких-то целей делают то или иное желательно в рамках закона. Но, кстати, не всегда и в рамках закона. Теперь давайте посмотрим, что объединяет победу Скотта Моррисона и победу Анастасии Полощак, или Полощук, премьера Квинсленда. Но ведь они принадлежат к разным партиям. Они принадлежат к разным партиям. Но есть одно «но», которое никто никогда не отмечал. Но я, скажем так, пронаблюдал это. Вспомните, что первое сделал премьер-министр, когда стал премьер-министром Скотт Моррисон, когда он победил на выборах. Он заявил, что он будет переносить посольство Австралии в Израиль и из Тель-Авива в Иерусалим. Это очень ход против, скажем так, международного общественного мнения, несмотря на то, что это идея, скажем так, Дональда Трампа или тех людей, которые привели Дональда Трампа к власти. Кстати, я не знаю, может быть, они и повторно его оставят у власти, и тогда будет понятно, в общем-то, насколько мощной является поддержка этих людей и насколько мощной она, в общем-то, является и в Австралии. Соответственно, когда вы спросили, зачем он это сделал, он сказал, по просьбам нашей еврейской общины. Понятное дело, что если учесть, что 8-9 из 10 самых богатых людей Австралии принадлежат еврейской общине, соответственно, если ты хочешь, чтобы эти деньги играли на тебя, если ты хочешь выиграть, то ты должен как-то этим людям польстить, и ты должен вслушаться, что они хотят. Вот это одно из некоторых, наверное, требований, которые есть у этих людей. Соответственно, они поддерживают государство Израиль, как его называют, еврейское государство. Соответственно, ну, попросили люди, или скажем так, поставили определенные условия. Хочешь победить, хочешь нашей поддержки, хочешь наших денег, и ничего в этом нет абсолютно, кстати, незаконного, это финансирование, да, как бы donations для партии. Почему нет? Соответственно, если ты это делаешь, значит, ты побеждаешь. Кандидат от либористской партии этого, собственно говоря, не сделал, но Скотт Моррисон это сделал и победил на выборах. Я считаю, что то же самое сыграло роль и в выборах Анастасии Палащак, потому что, может быть, вы как бы не знаете, не читали, ну, просто почитайте. Некоторые газеты, которые выпускаются в нашей еврейской общине, открыто говорят, что это первый крупный политический деятель премьер штата, который является еврейкой. То есть не просто какой-то депутат, а именно премьер, руководитель штата, и она принадлежит еврейской комьюнити. Соответственно, на нее определенные надежды возглавляет эта община. Ну, я думаю, что это был один из главных, одна из главных причин, почему она победила на выборах. Я думаю, финансирование было очень неплохое и прямое, и косвенное. Второй принцип – это то, на чем играл Шкотт Моррисон. Нагнетается обстановка не по делу, какие-то пожары, которые всегда здесь случаются. Зачем из этого трагедию делать? Это вирус гриппа. Ну, это во всем мире как бы сделали трагедию, но и у нас же, правильно? И за счет этого идет принцип – от добра добра не ищут. То есть был у нас премьер, не умерли. Ну, будет у нас третий срок премьера. И, соответственно, Искотт Моррисон на федеральном уровне, и на уровне Квинсленда Анастасия – это Палащак, ну, Анастасия Палащук. То есть запугивание, закрытие границ в плане федеральном – это сделали Скотт Моррисон и Джошуа Фрайденберг. Джошуа Фрайденберг – это второе лицо в нашей как бы иерархии политической. Тоже, кстати, принадлежит к нашей еврейской общине и является, наверное, одним из самых могущественных людей, политиков Австралии, очень неглупый. Я всегда ориентируюсь на него, когда смотрю, что же будет в будущем. Это поэтому я сказал, что до конца 2021-го, начала 2022-го года у нас гарантированные закрытые границы. Никто пока меня в этом переубедить не может, и мы уже знаем, что так оно и будет. А кто об этом сказал первым еще в марте, это сказал Джошуа Фрайденберг еще до закрытия границ, когда они только планировались. Соответственно, имея такую поддержку, и фактически благодаря Джошуа Фрайденбергу, что Скотт Моррисон стал премьером, когда скидывали Тернбола, Малтона Тернбола, а не Питер Даттон, который, в общем-то, и скинул Тернбола. Но не стал премьером, а стал именно лидером партии. Премьером стал Скотт Моррисон. Это заслуга полностью Джошуа Фрайденбергу, а это тоже еврейская община. Соответственно, учитывая такой федеральный, мощный уровень, учитывая, что практически все богатые люди принадлежат к этой общине, и то, что Анастасия Палащак является как раз представителем этой общины, я думаю, что это была главная причина, ну и плюс вот эта вот тактика запугивания и принцип от добра добра не ищет. Именно поэтому она, премьер, и держит закрытыми границы Квинсу, и, собственно говоря, даже премьер-министру для того, чтобы агитировать за либералов в штате Квинсу, приходилось приезжать и две недели сидеть в карантине. Представляете, премьер-министр страны сидит в карантине. Но такова была воля Анастасии Палащак, я так думаю, что они прекрасно между собой договариваются. Или за их спинами, кто реально управляет этими людьми, эти люди очень даже неплохо все решают. Что касается One Nation, естественно, либералы частично забрали голоса, частично Анастасия Палащак забрала голоса, где-то зеленые. One Nation просто, Полин Хэнсен и Марк Лейтон, они просто не имеют денег, они не могли субсидировать компании, а сами кандидаты тоже из своего кармана не могли это финансировать. Поэтому не было наглядного материала и подавляющее большинство тех кандидатов, которые были выставлены в One Nation, в том числе Алексей Чехунов, они не имели возможности даже сохранить то, что было, и One Nation потеряла половину голосов. Приношу свои извинения за некоторый перерывчик. Пришлось монтировать два видео. Почему? Потому что, ну вот сейчас нахожусь на рыбалке, я как раз карп клюнул, вот, пришлось прерваться. Но я думаю, что в основном я уже объяснил причины, которые привели к тому положению политическому в Винсленде, которое вы сейчас видите. То есть, почему победила Анастасия Палащак, почему проиграли либералы, почему One Nation не набрала просто, я думаю, что растащили другие лагеря и другие партии, и не было достаточного финансирования, не было денег. А сейчас деньги решают, в принципе, все. И вот это вот очень плохо. Очень плохо, потому что, я думаю, что такие люди, как Скотт Моррисон, такие люди, как Анастасия Палащак, всегда будут побеждать, потому что те люди, которые находятся за ними, обладают огромными суммами. И эти суммы используются через средства массовой информации, идет шельмование людей, которые противостоят их кандидатам, идет через так называемые научные источники, когда проплачиваются те работы, которые как бы благоволят их кандидатам и тем мыслям, которые они излагают, тем идеям. Соответственно, вот именно недостаток денег. И компания шельмования снизила авторитет One Nation. И я думаю, что зеленые, они как протестный электорат, они всегда будут набирать достаточно большое количество голосов, но никогда не будут решающими, потому что когда подойдет момент, что они будут решающими, их ошельмуют, ну и дальше как бы большие деньги сыграют свое дело. Могу сказать пример. Именно зеленые, их активная оппозиция, во многом несправедливо была обвинена, то есть они были обвинены в том, что произошли пожары в Австралии и что так было тяжело с ними бороться. Но скажем так, с тем же успехом зеленых можно обвинить в том, что зимой ночи становятся короче, длиннее, что день короче, и что зимой холодно, а летом нестерпимо жарко. В этом тоже можно обвинить зеленых и где-нибудь найти какие-то их высказывания. Так что, дорогие друзья, вот это вот ответ на ваш вопрос. Хочу сказать, что опять-таки, это моя точка зрения, точка зрения человека, который далеко от высших эшелонов политики, с которым, в общем-то, не делятся политики, кто и что, и сколько финансирует, и какие там лобби-группы и так далее. Я, конечно, вижу эти лобби-группы, и даже общаюсь с ними порою, но я не обладаю полной картинкой. Я просто пытаюсь взглянуть на картину немножко отстраненнее и шире и делаю свои выводы. А уже ваше дело соглашаться с этими выводами или нет. Большое спасибо.